Мечтают о комфорте жители Шимкента. Там, на побережье реки Бадам, устроили несанкционированный мусорный полигон. И отходы там не совсем привычные для большинства людей. Отнюдь не пакеты с кухонными отходами, а куда хуже. Вплоть до туз животных и строй мусора. Свалку не заметить сложно. Ее видно даже из космоса. Она запечатлена на снимках космического мониторинга. Обеспокоены ситуации экологи. А вот что по этому поводу думают городские чиновники и как они намерены решать проблему, узнавал Рауль Габитов. Этот участок Шимкента практически ничем не отличается от мусорного полигона. Отходы сюда выводят со всех концов города. Местных же жителей это возмущает. Говорят, устали. Не столько от самого мусора, сколько от зловония и нашествия мух. Мы много раз ругались с теми, кто выбрасывает здесь мусор. Но нас игнорируют. Мы отправляли в полицию номера их машин, но и тут безрезультатно. Мы просим, чтобы здесь установили шлагбаум или камеры видеонаблюдения. Детских площадок поблизости нет. А потому, по словам местных жителей, забавой их детям служит мусор. Тут часто выбрасывают туши животных. От них исходит зловония, неприятный запах, который ветром приносит к нашим домам. Гулять во дворе невозможно. Впрочем, бороться с нарушителями в Акимате, судя по всему, не собираются. Решить проблему местные власти намерены иначе. Например, отдать территорию на пользование инвестору. По бережью реки место очень привлекательное. Есть инвестор, заинтересованный вложить деньги в благоустройство участка. Если удастся договориться, то здесь появится парк площадью 30 гектаров. Всего в Шимкенте с помощью космической съемки выявили 36 стихийных свалок. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. В департаменте экологии предупреждают. Выброс мусора в несанкционированном месте влечет штраф до полумиллиона тенге. Рауль Габитов, Нурсултан Мухаммеджан, Азамат Саметов, Нурмаханбек Муратов, Шимкент. Итоги дня.